152 мм Гаубица М-100Б предназначена для уничтожения артиллерийских и миномётных взводов, танков и других бронированных средств. Однако в Бахмутском направлении её работа важна по уничтожению оборонительных конструкций и живой силы противника. Максимальная дальность стрельбы Гаубица – чуть более 24 километров. Артиллеристы говорят, это позволяет сдерживать противника на безопасном расстоянии. А освоить такую военную технику несложно. Вещи-то несложные, главное иметь вдохновение и полюбить эту игрушку. Она очень хорошо выполняет свои обязанности. Главное, чтобы нам давали вовремя заряды и снаряды к ним. Мы на этой игрушке работаем довольно длительный период времени, и она функции свои выполняет. Удерживать боевые позиции и проводить штурмы, говорят военные, это командная работа. Точно и оперативно нанести удар по цели артиллерии помогает аэроразведка. Они непосредственно присылают нам координаты цели, или мы здесь сидим и видим картинку. Определяем координаты, и уже потом у нас есть специальная программа обеспечения, которая вычисляет все установки, которые необходимо выставить на Гаубице. Мы все эти установки быстро передаем командиру пушки. В свою очередь, ствольная артиллерия – это боевое прикрытие для украинской пехоты. Работа Гаубицы помогает бойцам отбивать атаки и проводить контрнаступление. В последнее время есть такие выводы, что у них стало меньше снарядов. Да, это действительно так. В последнее время стало немного тише с их стороны и ощущается, что у них с подвозом есть проблемы. Мы это тоже ощущаем, и это действительно результат нашей работы, потому что много подрываем складов. Количество штурмовых действий в бахмутском направлении со стороны противника не прекращается. Вот здесь, на позициях украинских военнослужащих, можно чётко слышать, как работает крупнокалиберная артиллерия, работают миномёты. И можно слышать автоматные очереди. Это говорит о том, что бои за город продолжаются. Отдавать российским оккупантам бахмутский район украинские защитники не собираются. Говорят, постоянно атакующего противника удержать непросто. Однако добавляют – сил хватит, чтобы вернуть все оккупированные территории. «Наша цель – это границы 1991 года. То есть нам чужого не надо. Ну, а там посмотрим. Если будут разваливаться, может, и Кубань заберём назад». Алена Грамова из Донецкой области. Для телеканала «Фридом». «Фридом Апент спит».